хоба привет с вами доктор влад интересно я тут себе в америке таланта открываю вот первое время когда я сюда приехал я ремонтировал компьютеры оказывается моих знаний очень очень слабеньких вот таких вот знаний хватало для того чтобы ремонтировать компьютеры устанавливать программное обеспечение и так далее вот а сейчас я нашел в себя талант оказывается здесь в америке ну просто это вот днем с огнем не найдешь парней которые ну вообще значит люби радиолюбителей которые умеют ремонтировать аппаратуру радиолюбительскую приемники там и так далее да и вот я сейчас попробовал у меня получается покупаю приемник допустим за 100 баксов нерабочий да или они даже как говорят не то что нерабочий мы включаем не знаем как проверить поэтому продаем дешевле на запчасти я его покупаю я его смотрю ну максимум я лезу внутрь там что-то меняю там чуть-чуть да и так далее еще со схемы проблем ни разу не было в основном механика внутри там еще что-то лампочки не горят да вот а потом продаю купил за 100 продаю за 150 за 200 да и в общем навар с этого странно как-то ну ладно это я своем а девичем я специально начинаю для радиолюбителей потому что радиолюбитель до конца не досмотрит новости какие вот смотрите более 40 процентов россиян заявили о недоверии врачам то есть они перед потом ну как смотрят в интернете что за диагноз там и так далее перепроверяют вот это слово да ну что я хочу сказать я 41 процент нет тут 41 процент а сейчас 42 почему ребят я с ними учился вот я с ним учился с теми самыми которые сейчас врачи ну собственно моё поколение уже на пенсии сейчас еще кожа вот я вот честно говорю вот на на нашем на потоке скажем до 200 человек курс 400 но со второго потока я мало знал вот 200 человек на потоке до педиатров вот по пальцам одной руки посчитать кому я доверил бы своего ребенка еще неизвестно с каким результатом потому что у меня когда наташка родилась я в сибири работал мы туда привезли решил показать своим но там сам самый-самый сильная была это ну райпедиатр короче да вот она наташку посмотрела повернула ее на животик ох у нее сзади складочки несимметричные срочно срочно ее на растяжку да знаете как это делается и около мы на я и все сказал что они думают ну вот забрал ребенка домой вот и с тех пор вот сколько я сейчас уже под 40 она ни разу не хромала и вообще даже даже никаких не было симптомов это что якобы у нее там что-то такое с бедром она вообще-то забедренный сустав у нее плохой у нее под вывих там и так далее во это районный педиатр понимаете вот с тех пор его да собственно не с тех пор а вот так вот я посмотрел на врачей сколько раз вместо или диагноза один раз вообще смертельный диагноз поставили что ты всю жизнь будешь работать на аптеку да и ну в общем ладно опять немножко о себе да ну да вот не доверяют 41 процент опрошенных мама родная так дальше путин не станет смотреть сериал зеленским слугану роду я тоже не стану ну и что это песков сказал да он вообще наверное не смотрит сериалы он вообще ничего не смотрит ему папочку приносят и все ладно что еще кафе где не делают селфи ради бесплатных обедов пенсионеры едут за 3 9 земель это в москве а я не удивляюсь есть несколько точек в москве где бесплатно кормят бомжей месяц назад появилось такое же место для пенсионеров частное кафе где они могут пообедать не тратить денег и съезжаются съезжаются очень много да больно это читать так имя им регион сколько на самом деле чиновников россии это мне прислали ссылку между прочим от скид деньги это на яндекс дзен минфин сегодня назвал общую численность чиновников россии по подсчету министерства их около 2 4 4 десятых миллионов человек то есть внутри с лишним процента от численности занятых в экономии в экономике и вот теперь один мужик решил посчитать как это получается начинаем подсчет администрация президента 5000 человек законодательная власть 17 тысяч депутаты республиканских бла-бла-бла 40 тысяч и так далее всего значит 750 тысяч это по всей россии исполнительная власть 800 тысяч администрации регионов контролеры фонды типа независимый цб так силовики опс вот до силовиков до до силовиков только чиновники ребят это уже 7 и две десятых миллиона человек а эти сколько говорили 3 3 а вот уже в два раза больше да а это уже у это уже 10 процентов трудоустроенного населения почему в два раза больше там было а так 2 4 десятых миллиона это в 3 3 процента от численности занятых в экономике да ну ка сейчас я посмотрю внимательно 2 и 4 это 3 процента вот а здесь получается здесь получается 7 и 2 да вообще-то около 10 до 3 раза правильно около 10 процентов трудоустроенного населения это бюрократия вот только бюрократ дальше силовики правоохранительные органы 4 7 миллиона человек так вооруженные силы 1 миллион 1 и 1 мвд 0 9 розгвардия 400 мчс 300 в син 250 и так далее и так далее и в общем всего получается ребята и так с прискорбием заключаем от я уже читаю что общее количество государевых людей и тех кто хреном грушу околачивает составляет около 12 миллионов человек или 16,5 процентов всего трудоустроенного населения плюс армия чопов еще не менее полутора миллионов армия бухгалтеров 2 миллиона и того получается 15,5 миллионов человек или 21,8 процента от всего трудоустроенного населения они выполняют функции государства или обслуживают эти функции 15,5 миллионов бездельников ладно так налоговые наносят россиянам тройной удар в 2020 году тоже мне прислали вот смотрите новые налоговые законы до удар 1 сроки давности по налогам будут отменены то есть неважно когда это было 5 10 лет назад с него будут брать вот эти вот задолженности пока он полностью не погасит свою задолженность по налогам и сборам и неважно сколько времени это займело до полного погашения это первое второе контроль будет ожесточен и смотрите росфин мониторинг начинает контроль за каждым вздохом россиян так как и теперь его внимание будет обращено и на все почтовые переводы получаемые людьми выигрыши в лотереи лизинг покупка драг металлов приобретение акций компании и на многое другое под этот удар попадают абсолютно все граждане россии вот так и третье толщина налогового кодекса увеличивается сразу на 117 страниц в частности изменения коснутся налогов на прибыль ндс на дфл акцизов и ноги других пунктов появится ряд новых требований да невезуха от острова хоккайдо нашли пустой катер на котором пропали 6 рыбаков из приморья это мне с владика прислали опять 11 декабря в японском море у острова хоккайдо нашли катер на котором в октябре пропали 6 рыбаков куда они делись неизвестно рыбаков на катере не оказалось а катер на плаву ребят стран да так экологической активистской швеции грета тунберг названа человеком года по версии журнала time сколько раз вас назначали человеком года да есть такой старый анекдот мужика одного поймали значит судят его и спрашивают вот вы якобы изобрели машину времени до вас когда-нибудь за это уже арестовали ну а как же в 1415 и 1685 вот так и тунберг ну помните я вам показывал что точно такой же тунберг нашли на фотографии там 1800 какого-то года вот один в один письков чего сказал прокомментировал слова эрнста об ошибке первого канала чего он сказал что он сказал что-что-что-что была допущена ошибка так не подрывает доверие к каналу ага такой газета ru работает не осознавал опасность чем обернулась нападение на памфилову помните она там одного грабителя приемом самбо обезоружила он страдает хроническим психическим расстройством психушку его матвиенко решение в ада россия может проводить свою олимпиаду но флаг запретили теперь она выдает свои красные трусы и под ее трусами теперь будет ой 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 свою олимпиаду а как же а как же о чем в вашингтоне на очень хорошей встрече в кавычках но это трамп сказал что была очень хорошая встреча говорили лавров и трамп офигенная статья ни о чем ребята можете даже не тратить свое время они говорили ни о чем вот так и нужно чаще встречаться и разговаривать да ради бог в мчс сообщили о взрывах на горящем заводе в екатеринбурге то я читал что уже все локализовали не а там взрываться начали вот эти вот бочки с продукцией лакокрасочный завод нифига себе 70 человек 16 единиц техники с этим борется и пожарный поезд приехал с началом взрывов горит за разлитая краска ничего пельмени а чем дышать там вокруг вокруг этого уральского завода где это екатеринбург так если кто там есть из екатеринбурга ну скажите что там у вас творится рамзан кадыров предложает предлагает привлечь к ответственности режиссер александр сакуру нам говорил что сакуров удивился почему те которые воевали с чечнёй те кто воевали против русских одновременно имеют звание герой россии ну вот сейчас кадыров хочет его привлечь привлечь так и сурков назвал слова вакова о переговорах в париже фантазиями пьяного человека но он сказал что аваков сказал что сурков там распсиховался бросил бумаги ну не знаю не знаю фигня какая то джастин бибер сделал новые татуировки ой это подойдет как новость ребят это есть такой старый анекдот девочка маленькая ну не маленькая подросток подросток именно подросток приходит маме и говорит мама мама у меня больше прыщей на лице не будет та тоже довольно радостно а почему дочка у меня больше места нету так лужкова похоронят на новодевичьем кладбище с новыми девочками мне тут кто-то сказал что на новодевичье кладбище просто так не пройдешь оказывается иначе как мне вот сказал этот товарищ написал вернее иначе там бы все было заплёвано ну это я вот прошелся насчет того что зря там заплюют могилу на там туда просто так не пройдешь оказывается я не знал не был никогда родственник убитый в москве студенте руден раскрыл детали трагедии как то странно тело 21-летняя анна егорова нашли накануне в квартире дома она жила в квартире вместе 23-летним молодым человеком по имени константин ночью там было были критер угонь жесткий плач в попытке дозвониться не получилось они приехали туда сами открыли квартиру обнаружили спящего константина и завернутое в ковер тело анны нифига раз родственники вызвали полицию но за это время молодой человек успел скрыться собеседник рассказал что прошлом году константин украла на деньги и телефон после чего его осудили на год и несколько месяцев он вышел на свободу досрочно затем предложил бывшей подруге вновь сойтись на что она ответила согласен я этого не понимаю не понимаю ржд готовит новую концепцию питания в поездах какой заголовок громкий да но отменят короче эти вагоны рестораны все не окупаются ученые рассказали как правильно открывать банку спил с ума сойти вот ученые чем занимается да но тут смысл такой я уже дочитаю до конца что то якобы если постучать то она не так пенится не тут они провели эксперимент огромный выяснили что стучи не стучи она все равно открывается одинаково главное чтобы она постояла немножко если перед этим трясли вы там нанесли откуда-то банку пускай немножко постоит пиво постоит не верю леонтьев поспорил с эрнстом об ошибке в сюжете первого канала с а сбитым боинге вот у меня есть знаете как вот у меня есть какие-то люди которые вот от них идет отсчет да вот путь вот цвет от него идет отсчет то есть уже хуже нет ничего до вот ну отвиенко смешнее нет ничего да вот эрнст я никогда не видел хамов больше не эрнст этот Леонтьев Леонтьев까지 белоснан леонтьев то есть он хамит налево и направо то есть у него разговор сам по себе невероятно хамский ну вот о чем он там поспорил да фиг бы с ним опа и немножко твитов твитов роста 24 процента семей с двумя детьми за чертой бедности среди многодетных семей в нищете живут 52 процента россия встала с колена процветает говорит путин для семей созданы все условия говорит правительство рожайте больше говорит это так ядро един россии хочет утвердить шапошникова это в москве до главой комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов это мозг городу мида главой комиссии по контролю за достоверность и сведений о доходах депутатов шапошников у которого семикомнатный пентхаус на непонятные деньги куплен ну да волка назначают считать овец так помните анекдот здравствуйте я горничная горничная березовского вы не видели мою горничную анекдот пусть старый и не очень смешной а жизнь такова что у охранников путина ставших губернаторами уже есть свои охранники очень хорошо и этот комментарий каждый раб мечтает о своих рабах это еще древние заметили еще дальше комментарии охранники охранников путина становятся мэрами городов и у них тоже появляются собственные охранники так вот несправедливость умирает терпила не дожив до пенсии лет в 55 например получается он еще должен был 10 лет работать и платить налоги и взносы в пенсионный фонд а он как бы уклонился так вот эти взносы и налоги 10 лет будут платить его дети ну как кредит как вам законопроект я не знаю откуда это взялось но вот написано пером так и последнее а знаете ли вы что путин зарубежных поездках не пользуются унитазом а ходит на лоток как котик чтобы драгоценные биоматериалы врагам не достались носители лотка по прошествии некоторого времени становятся губернаторами это так я в этом абсолютно уверен я вместе с путиным не не стоял рядом на писсуарах но я просто хочу сказать что вот если украсть его таскать исправление да ну можно же запросто анализы посмотреть и чем он болит всего хорошего до свидания доктора вас с вами пока